Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и сегодня мы начинаем проходить игру, которая называется Metro 2033 Redux. Это переработанная версия, можно сказать, они там подкрутили и улучшили немного там графику, доработали то, исправили баги, то, все, 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 все. Может, конечно, еще что-то новенькое добавили, но я, ребята, не в курсе. Ну, в принципе, игра действительно классная, это, можно сказать, ну, не очень, не часто выходят такие игры, которые просто-напросто затягивают свою атмосферу и в то же время ее не пугают. Но я так думаю, давайте уже все-таки начнем, чтобы не затягивать, давайте начнем, вы же выберетесь. Давайте сейчас прочитаем. Выберите стиль игры, выживание. Режим выживания, делающий патроны и фильтры редкостью. Перестрелку и скрытное прохождение более сложным. Нет. В режиме спартанец сложность боев и скрытного приближения к стандартному режиму Metro луч надежды. Патроны, фильтры и другие ресурсы более доступны. Этот режим идеальный для игроков, предпочитая... Ага. Ну, давайте тогда вот это, этот режим, этот, тут как бы сложный и средний, тут даже легкого нету, ребята, так что займите, давайте начнем... О, нет, а че это тогда? Нормально. Рекомендуется. Нормально, хардкор рейнджер. Давайте. Хардкор рейнджер. Давайте нормально. Начинаем, ребята. Давайте где-то вот так. Наверное, нужно немного громче сделать, то ни хрена толком не слышно. Нет, с самой судьбой, я буду почти... Давайте нажмем. Когда ты покидал свою родную станцию... А, нет, нормально слышно, даже меня плохо слышно, наверное. Что мы даже не будем знать, спасаем ли мы наш мир, или обрекаем его навсегда. Игра действительно офигенная. Просто я не могу сказать, что это шедевр, но игра... Держись. Игра действительно стоит того, чтобы ее пройти. Я ее прохожу, ребята. Так, давайте, камэ, может... Звук. На денечке так будет стоять. Ну, если будет плохо слышно, то потом... Нам придется пробраться через брошенный блокпост, Артем. Тихо. Там что-то есть в соседней комнате. Открывай гермоворота, я прикрою. Давай, открываю тут. Игра действительно, ребята, офигенная. Игра... Это... Ржавая дрянь. О чем... А, вот. Вечно все ломается. Придется открывать вручную. Игра... Ну, просто нереально пугает даже свою атмосферу. Это, можно сказать, в том числе и хоррор. Но... Не так хоррор, как есть хорроры, да? Которые просто-напросто там выпрыгивают что-то. И ты усираешься с... Вдруг найдешь что полезное. И ты усираешься с того, что... Просто-напросто... Там... 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 Нереально... Тебя пугает и все такое, да? Но тут страшно, как бы... То, что... Нет, все-таки я лучше. Еще на один сделаю больше. Ну, просто... Просто фиг его знает. То громко, то... Фонарик. Эта игра просто нереально пугает свою атмосферу. Когда я первый раз проходил на Xbox-е... Я... Так-так... Похоже, никого нет дома. Я чуть... Ну, просто вот эта атмосфера. Без него ты должен пронять. Вот. Вот. Вот эта атмосфера. Вот эта атмосфера. Ладно, ты тут еще с чуваком. А когда ты вот так... Ночью. У меня сейчас 3 часа... 4 часа ночи. То, что свет включен. 4 часа ночи. А вот и стражи. Вот они. Пожаловали. Вот то, что ты так сидишь на... Игра апокалипсис, да? Вечная ночь. Молния. И все такое. Когда еще на тебя вот эти... Эти... Эти монстры напрыгивают. И... Когда ты еще так ходишь по таким переулкам темным. Что... Что... Ну, 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 просто... Везде туман. Везде так все страшно. Везде подвалы и все такое. То действительно тебя иногда пугают. Ребят. Ну... Игра сделана украинцами. Игра стоит того, чтобы ее пройти. Ребята, я скажу, что... Игра действительно стоит того. Хоть они ее переделали, но не знаю зачем. То есть, просто взяли одну игру, сделали еще точно такой же. Может... Немного что-то там лучшее делали для того, чтобы приятнее было играть. Но я не вижу большого смысла. Так как, например, если перерабатывать игру, то так, как, например, GTA, да? Была она только на консоли. А сейчас входит... Ну, не сейчас, типа, он выйдет на компьютер. Как слышите? Прием. О, тогда, когда она на компьютер, переделывать ее еще раз на компьютер, чтобы она была немного лучше. Я не знаю. Группа выдвинулась. Прием. Так точно. Они на связи. Говорят, что приближаются к башне. Ну, если не, ребята. Принято. Следующий пен связи, когда поднимешься на башню. Как слышите? Пошли. Остальные уже, наверное, на... О, это что еще там орала-то? Ну, вот такая игра, мне действительно кажется. Стойте ее. Пройти, ребята. Кто не прошел, пройдите. Если вам нравится, то будем проходить ее вместе. Как добрались, товарищ полковник? Ну, игра просто... Что это за шок? Вы что? Какого черта? Круг! Быстро! Сейчас куча вот этих бежит. Мне даже стрелять нет смысла, как я помню. Не беду, не беду, берегите. Не беду, пожалуй, придется пожестче, чем блядень. Не придется. Ну, это как бы предыстория, можно сказать. Это что будет в финале, можно так сказать. Ух, ты зараза. А что мне делать? У меня даже патронов нет. А ты на меня напал. Держи. Ты свой. Тебе-то, дайте мне патрончики. Уже немного. Меня что, убили? А, нет. Это так задумано. Это предыстория, ребята. Просто я уже прошел эту игру. Метро, это наш дом. Это все, что у нас осталось. Да, жизнь тут не сахар. Но ты всегда знаешь, что на твоей сцене каждый человек тебе как родной. Тебе есть ради чего и ради кого жить. Но с тех пор, как появились эти мутанты, все изменилось, мы стали другими. Нами правил страх, пока не пришел он. Хантер, друг моего отчима. Он изменил все. И в особенности мою жизнь. Я буду читать, ребята, потому что, вот то, что он сейчас читает, мне кажется, это уж слишком как-то тихо. В игре нормально. Там тихо. Если я сделаю погромче, там будет громко, а в игре еще громче. Поэтому. Капут сдуреть, может, ребята. Артем, проснулся наконец. К нам скоро придет Хантер. У него-то всегда самые свежие новости с других станций. Вставай, тебе тоже будет интересно послушать. Ну че, метро. Привет. Давно я... И хотя я не помню, когда я прошел метро на Xbox. Пойдем, Артем, пойдем. Не помню. Дерьмо, свиньи, витамины. Я не через такое прошел. Я этого не боюсь. Не помню, ребята, приблизительно полгода назад. Черные. Враги. Но потом окажется, что... Враги. Да как-то разговоры как-то хреново слышно. А вот эти все звуки, жужжание, вот это нереально слышно. Это нельзя никак... Ну я иду, 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 давай, давай, Грусс. Вот то, что... То, что ж там, где-то в другой комнате, это будто кто-то там разговаривает, то... То... Здорово, Артем. Здрасте. То громче слышно, чем, например, вот чувак, который возле меня стоит и разговаривает. Как раненые. Или, мне кажется... Никаких улучшений. Потом будем читать. И еще двое скончались. Черные убивают не сразу. Но они словно разрывают нам мозг. Душу рвут. Люди сходят с ума. И умирают. Аааа, нет. Ладно, идемте. Не будем мы затягивать прохождение. Будем пытаться как можно быстрее. Не будем все рассматривать. Но, в принципе, и нет ничего, чтобы так вот подойти. Так, ух, нифига себе, сигаретка. Там, ба-ба-ба-ба-бай. Будем все так смотреть, да? Какого черта? Кто это может быть? Вот и Хантер пришел. Это Хантер. Бутанты не стучатся. Давай, открывай чертовы ворота. Ч-ч-ч, это вроде комната, на которой сейчас будет нападение. Я не помню, честно. Здрасте, здрасте. Я помню. Добро пожаловать на ВДНХ, Хантер. Я помню, как я проходил эту игру, но я не помню все... А теперь закроется ворота. Все выделились, Хантер. Все, что происходит. Здрасте. Ну, Хантер, какие вести с полей? Что в мире творится? Ну-ка, да все как обычно. Все говорят только о вашей станции и о этих ваших мутантах. Артем, я тут прикупил древние открытки с видами Нью-Йорка. Держи. Давай. Это не просто мутанты, поверь мне. Ну, давай. Это что-то новое. Что за дьяволь? Что-то страшное. О, чувак уже там слышит, что там кто-то есть. К черту детали. У нас в Ордене заведено так. Врагов надо истреблять. Тревога. Кто-то проник в главную вентиляционную шахту. Видите? Дайте мне пушку. Кирилл, бери своих, закрывай туннель. Саныч, мы остаемся в этом зале. Согласен. Артем, бери оружие. Какой? О, револьверчик. Патроны тут нужно экономить. Они вылезут. Это такая игра, шифт, где патроны как валюта. Валюта рядом. Запах крови. Не нужно расстреливать во все стороны. Вот они, заразы. Где вы? Где вы? Давай. Вот они, лезут, заразы. На-те-вам. На-те-вам. Да сколько вас там? Заразы. Тебе найти бена. И все, патронов нет. С тобой все надо. Один патрон остался. Это действительно тут нужно экономить капут, как. Патрончики. Один патрон остался. Какие же это черные? Обычная туннельная нечисть. Даже когда ты не видишь черных вокруг, они все равно рядом. Ты о них думаешь, ты их боишься. Страх их оружие. Прочие туннельные гады бегут от них, как крысы. Черные не просто мутанты. Это Хомонолус. Следующая ступень эволюции. Выживает сильнейший, знаешь? Так вот это не про нас. Да что с тобой случилось? Ты как скотина, которую ведут на бойню. А я буду цепляться за жизнь. До последнего. Понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих. Гомонолусов. Пойди, глянь. У меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочут ерунду. Даже душу мутаешь. Черный напарень, ближний блокпост уничтожен. Я даже ничего не говорю. Просто игра действительно такая, которая затягивает просто. Просто посмотрите на эту атмосферу. На это апокалипсис. Мутанты. Люди живут в метро. Защищаются. Вот так живут в темноте. Свет где-то чуть-чуть. Отстреливаются. Но это просто действительно. Вот эта атмосфера просто... Одному дьяволу известно, что творится за последним рубежом вашей обороны. Я пойду на разведку. Слушай меня внимательно, Артём. Если я до завтра не вернусь, ты должен добраться до полиса и найти человека, которого зовут Мельником. Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артём. Не подведи. Ну давай, Хантер. Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Ну ты, куда ты там? Любой ценой уничтожить. Понял? Хантер не вернулся. Сбежать в ДНХ мне было непросто. Но я ведь дал ему слово. На следующий день Крисской уходил караван. Караванчик набирал охранников. И я завербовался. Ну давайте нажмём. Паровоз, не стучите колёса. Кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной. Наконец-то! Ты, блин, в своём обычном темпе, да? Ладно, хватай шматьё вооружейное на платформу. Они уже заждались. Я буду там и смотри. Ничего не забудь. Я понял, понял. Чувак. Там было вот. Ага. Даже книжка вот эта. В принципе, ребят, я так думаю, давайте уже на этом закончим. Игра действительно прикольная. Мне нравится. Я её, может, ещё раз пройду, так как игра действительно стоит того, чтобы её пройти. Давайте не будем выходить, а то ещё нас... Ещё нас заставят куда-то идти. А давайте закончим тут, в нашей комнатке. Если вам нравится, ребята, прохождение, если вы хотите, чтобы мы прошли игру, обновлённую игру, редукс, да? То, в принципе, ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем всё за просмотр. Всем удачи и всем пока.